Бонжорно, домовладельцы! И сегодня мы вам покажем обзор дома, который мы строили почти год, который имеет площадь 260 квадратных метров, который можно именовать как одноэтажный, как полутораэтажный, как двухэтажный. Это дом-трансформер. Здесь мега интересная история, и здесь есть настоящая философия в планировочных решениях, которые были приняты. Естественно, планировку здесь разрабатывал в первую очередь сам заказчик. Строили мы его очень долго, дом был очень дорогой, не буду говорить, сколько он будет стоить. Но какая цель видео? Вы смотрели год назад видео дома со вторым светом, которое набрало год уже больше миллиона просмотров. Я думаю, что этот дом наберет столько же. И многие думают, что мы строим только маленькие дома. Нет, ребята, такие дома мы тоже строим. Мы тоже их очень любим строить. Проблема в том, чтобы их строить, это нужно тратить очень много времени и усилий. Поэтому мы строим их не так много, как дома небольшой площади. Коротко о конструктиве. Дом у нас находится на свально-ростроковом фундаменте. Здесь у нас достаточно сырая геология. Здесь, естественно, была старая постройка. Перед стройкой ее снесли, все переравняли. И сейчас мы стоим. Уровень участка у нас практически на полметра выше, чем это было в прошлом. Помимо свально-рострокового фундамента у нас здесь железобетонное перекрытие. Кирпичные стены 380. Утепление минеральными плитами. И мягкая кровля. Дом у нас отделан фасадом Synergy. И фасад у нас имеет очень спокойный цвет. Но я думаю, при такой архитектуре никакие персиковые, розовые и желтые цвета данным дому и не были нужны. У дома есть как спереди крыльцо, сразу же большое, красивое, дорогое. Так и сзади веранда. И сейчас я вам ее покажу. Прежде чем мы зайдем туда, и я вам расскажу тот сюр, который может сломать голову абсолютно любому архитектору, мы посмотрим, что у нас есть снаружи. А снаружи у нас есть, естественно, в первую очередь это огромное количество остекления. Это огромное крыльцо и две двери на входе. Одна из которых ведет в тамбур, а вторая ведет в котельную. Не было желания куда-то уводить котельную в другое место. Ее сделали сразу на входе для того, чтобы по одному и тому же крыльцу сантехники могли зайти и какие-то свои работы сделать. Что касается участка, он здесь совсем небольшой. Все потому, что мы находимся в той части города, где нет больших участков, где есть большие многоквартирные дома. И поэтому все, что здесь намежевано, имеет среднюю площадь до 6 соток. Поэтому дом занимает почти весь участок. Но когда у тебя много детей и много желания жить в большом доме со своими детьми, приходится строить большой дом на маленьком участке. Зато он находится практически в центре города. Дом у нас, естественно, газифицирован, потому что мы находимся в населенном пункте. Газ в данный момент уже подключили. Все уже работает. И, естественно, подключили электричество. Но я думаю, об этом вообще нет никакого смысла разговаривать. Сбоку здесь ничего интересного у нас нет. Кстати, да, как обычно, вы могли обратить внимание. У нас вот здесь есть ростверк железобетонный. И на железобетонный ростверк мы могли сразу положить плиты и сразу начать строить силикатный кирпич. Но мы боролись за то, чтобы поднять уровень участка, поднять уровень дома. Потому что уровень отмазки у нас будет доходить вот до сюда. И поэтому здесь у нас появилось еще несколько рядов из красного керамического кирпича. Но, естественно, перекрытие дома начинается уже вот с этого, отметка нуля, с этой высоты. Попал у нас этот дом на бешеное подорожание материалов и работ в прошлом году частично. И, что самое неприятное, он попал на очень серьезное подорожание материалов в марте 2022 года, да, когда там вот случилось СВО и вот эта вся безострадательская история. Мы не меняли ценник на дом, хотя очень хотелось, но не меняли. И мы остались в той смете, которую давали людям год назад. То есть мы являемся компанией Камикадзе, которая просто заключает договор на многомиллионный огромный дом на год вперед. И при этом выдерживает свои обязательства, не меняет цену. Естественно, здесь не те маржинальные прибыли, которые хотелось бы, которые мы предполагали, что они будут год назад. Но зато мы капитальные красавчики, с заказчиками у нас великолепные отношения. И вообще теперь все рады и счастливы. Возможно, даже соседи этого дома тоже рады и счастливы, потому что до этого здесь была заброшка, а теперь такой великолепный дом. А мы двигаемся далее. Сразу начнем с ништячков. У нас, естественно, большая веранда. Помимо прочего, здесь выполнена вот такая вот ниша. Для кого она придумана? Если вспомнить прошлое, раньше у нас были хрущи и подвалы. И для подвалов делали вот такие вот лотки, где были окна. Туда, я учился в школе, у нас был такой лоток. Скидывали постоянно мусор. Там можно было найти бомжа или лягушку, или какая-нибудь киска могла там пожить. Короче, вот эта вот ниша сделана не для этого. Она сделана для того, что когда вы работаете на своем саду, а дом делают еще и для того, чтобы в выходные проводить время в саду, у вас остаются какие-то фитинги, может быть, шланги, может быть, газонокосилка. Дети по саду ездят на самокатике на маленькой машине. Я вам рассказываю абсолютно все то, что я испытываю на выходных. И вот когда темнеет летом, да, вы устали, вам хочется быстрее пойти выпить венца, вам очень лень вот это все убирать, а завтра снова доставать. И вы вот просто вот в эту нише это все взяли. Дети привыкать к тому, что машинка у них хранится в гараже. Машинку в гаражик загнали, рядом подогнали, самокатик сложили. И все это здесь замечательно обустроено. Я вам просто гарантирую, вот эта вот ниша, это практически самое удобное, что можно было сделать. То есть можно было бы сарайчику еще построить, вот эту некрасивую. Но у нас есть, был замечательный вариант, какие-то вещи предусмотреть сразу. Поэтому это не ошибка проектирования, это не какая-то глупая придумка. Это прямо вот штука, которая мега нужна в доме. И если вы себе ее сделаете, то вы об этом не пожалеете. Я сделал себе плюс-минус такую же и не жалею ни одной минуты. Привет, сейчас маленькая вставочка. Я, как и обещал, покажу, каким образом эта ниша выполнена у меня. Вот, собственно, ну здесь вот такой сарайчик пристроен. И крыша, вот эта спуска, она продолжается здесь. Соответственно, вот у нас здесь сейчас стоит косилка, здесь же вода, здесь же электричество. Кстати, любители безопасности, здесь угол. Так что ничего страшного. Ну и вот абсолютно все. Правда, вот эти машинки раскидали, запаркованы здесь. Многие, кто следит за нами, постоянно знают, что не так давно я тоже переехал в новый дом. Вот уже второй в своей жизни, который, естественно, строили мы же. И проектировал я сам же. Он очень похож с этим домом по многим решениям. И когда мы с этими заказчиками планировали, какой будет этот дом. То есть у нас есть просто ряд домов сложных проектов, да, в которые и я сам погружаюсь, потому что у меня есть своего рода видение и достаточно большой опыт. И мы с заказчиками еще и на мой объект ездили, потому что очень многие вещи здесь совпадают. То есть я показывал, как могут выглядеть те или иные ситуации. Естественно, это, если мы говорим про работу, про бизнес, про строительство компании, это глупое нарушение регламентов и неправильная трата времени. Но если мы говорим про индивидуальный проект, то по-другому нельзя, потому что сделать такой дом машинально, да, там, чисто на регламентах, чисто на тупом проектировании, это будет совершенно ненужная история. И когда мы говорим про любой объект, который в цене, в размере, да, в каком-то своей философии выбивается из ряда типовых проектов, там всегда идет, как бы это глупо ни звучало, индивидуальный подход. Именно поэтому мы и стараемся постепенно-постепенно срезать, вот отказываться от этих объектов, потому что это требует очень большого погружения и очень много сил. А мы сейчас вернемся к веранде, и веранда у нас просто огромная, ништяков ей добавляет вот эта лестница, которая тоже сделанная по всей ширине. То есть, как это обычно делается лестница, берется ее типовой размер, да, то есть, человеку спуститься, им достаточно, вот, там, 0,9, например, да, ширины или метр двадцать. То есть, по размеру плитки соль-перец это все выбирается, по керамогранит, визлеру, который там 348 рублей он стоил. Но, если ты делаешь такую лестницу, да, у тебя там снега на нее наметет, да, ты будешь ее подметать, но совершенно другой вид, совершенно другие ощущения от веранды возникают. И сейчас также будет вопрос, да, а почему у нас вот такая большая часть веранды открытая, здесь она закрыта, но все один фиг заметет, а потому что эта веранда, она задумывалась исключительно как время летнего препровождения, да, чтобы можно было выставить стол, чтобы можно было здесь позавтракать, либо, может быть, поужинать, просто посидеть. Здесь зимой у нас есть дом, зимой нам веранда не нужна, вот, соответственно, здесь не было никакой идеи закрывать веранду, делать из нее пристройку, нагромождать окна и так далее, тому подобное. Единственное, что здесь сделали, это вывели воду, чтобы, может быть, какую-нибудь маленькую-маленькую летнюю кухню соорудить, было поудобнее проводить время на участке. А мы тем временем двигаемся далее, да, и вот еще что, вот эти окна, которые выходят на веранду, они выходят в том числе из гостиной и из кухни, то есть если бы мы здесь сейчас, да, мы наградили огромное количество крыш, и, прости господи, там из поликарбоната, например, у нас уже очень большая часть света, она начала бы оседать на этих конструкциях, и помещения внутри были бы не такие светлые. Сейчас мы зайдем вовнутрь, и вы поймете, насколько это другое ощущение пространства, когда у тебя вот такое количество света. Здесь у нас стоит электрический столб, электричество в дом заведено под землей, я не буду вдаваться в подробности, почему он стоит именно на этом месте, просто ему так захотелось, ребят, он вот здесь находится, и мы идем далее. Здесь у нас часть дома, которая граничит с улицей, там был временный счетчик, ладно, придется приоткрыть завесу тайны, там был временный счетчик, а это постоянный, поэтому тот в скором времени уйдет в лето. Здесь у нас также смонтирован септик, невыгребные ямы, мы раньше делали только выгребные ямы, и даже там, где живу я, у меня тоже выгребные ямы. Но это не история про переобувание, это история про то, что все меняется, и люди тоже меняются. Сейчас мы пришли к выводу, что выгребные ямы, это неправильно, нехорошо. Мы абсолютно во всех проектах, которые делаем, абсолютно во всех отраженных поселках, которые мы делаем, мы отказываемся от выгребных ям, называя это решением прошлых лет, это старое решение. И сейчас монтируем исключительно только септики. Здесь монтаж септика, это было желание заказчика, это не наша была придумка. Этот дом был один из первых вот такого вот массового монтажа этих септиков и использования их. А сейчас, я думаю, самое время для того, чтобы проникнуть вовнутрь. И, кстати, да, если мы говорим про ширину ступеней, то здесь абсолютно такая же история, как и там. То есть здесь ступени, они намного шире, чем, например, там метр двадцать, но это создает совершенно другую атмосферу. И мы здесь имеем две двери, одна дверь погрузит нас в мир роскоши и богатства, но мы в эту дверь проникать не будем, она просто заколочена. Поэтому мы сейчас зайдем в дверь, которая ведет нас в котельную, немножко как бы потихонечку перенесемся в тамбур и оттуда начнем свой рассказ. Поэтому вы закройте глаза, то есть вы ничего не видите, вы ничего не видите, а мы потихонку проникаем, глаза закрыты, глаза закрыты. Вот, можно открывать глаза. И мы зашли в наш дом, и здесь у нас находится тамбур. Здесь есть окно, что позволяет нам соблюсти симметрию на фасаде. Здесь у нас есть ниша и очень большой, очень просторный тамбур. Все, как я люблю. Я же люблю тамбур. Вот этому дому ставлю плюсик. Нам надо такие наклеечки, алмазики наклеить. То есть алмаз и не алмаз, там какая-нибудь фекалка. Вот если бы у меня была наклеечка алмаз, я бы так сейчас наклеил, говорю, что одобряю, тамбур есть. Кстати, хорошая идея. Мы попали в дом и сразу начну постепенно рассказывать. То есть про эргономику, про философию, как это все задумывалось и как это все должно работать. То есть сейчас, ребята, внимание, мы погружаемся в мир философии и сюра. Поехали. И мы из тамбура попадаем прямиком в центральный коридор. Вот это поворот. В доме лучевая планировка, по-другому не придумаешь. То есть есть какое-то центральное помещение, и от которого лучами приходят комнаты. Одна из задумок заказчиков была в том, чтобы избежать огромного количества коридоров. Потому что когда ты строишь большой дом, дом 260 квадратов, и когда он у тебя одноэтажный, мы находимся в одноэтажном доме, ну как бы вот лестница, но мы в одноэтажном доме, то избежать большого количества коридоров практически никогда не удается. А здесь удалось. То есть мы находимся в центральном пространстве. Слава богу, оно не в форме сосиски, оно прямоугольное, что позволяет нам хоть как-то дышать. И отсюда у нас сразу вход в котельную. То есть откуда мы и попали в этот дом. Я думаю, абсолютно нет никакого смысла заострять внимание на том, какое оборудование здесь сделано. Здесь все достаточно стандартно. Из центрального коридора мы пришли, мы оказались. Нам нужно помыть руки, поэтому мы попадаем сразу же в санузел. И у нас санузел первого этажа. Он достаточно большой. Здесь сделаны закладные под душевую перегородку. Собственно, не вижу дальше какого-то желания здесь заострять внимание. И вот мы и помыли руки. И у нас дальше есть несколько путей. Первый путь мы можем попасть в кабинет, если мы решили заняться делами. И второй путь, если у нас дела все закончены, если время 9 вечера, мы можем попасть либо на кухню, либо в гостиную. Соответственно, мы сегодня с вами представим, что у нас есть портфельчик с макбуком. Ну, я прикидываю, что это я пришел домой. Я помыл руки, в тамбуре там все разделся, снял себя. И пошел, взял свой портфель с макбуком и иду в кабинет. Я захожу в кабинет, я захожу в кабинет. И начинаю постепенно охреневать от того, какой высоты здесь потолок. Чтобы вам было понятно, может, ты встань в углу, а я встану вот здесь. Вот. И видите, помните вот эти дома полутораэтажные, у которых низкий потолок с краю? Вот мы находимся в самой низкой точке кабинета. А вот сейчас я нахожусь в самой высокой точке кабинета. Для чего это сделано? А потому что можем. Для того, чтобы можно было подышать в этой комнате. Дело в том, что, я же говорил, планировка индивидуальная, проект индивидуальный. Все придумано так, чтобы было круто. Здесь очень прикольно. Здесь огромное количество остекления. При этом он не состоит из окон. Здесь есть помещение, которое называется балконом, но оно с этой стороны будет закрыто гипсокартонной перегородкой. Таким образом, у нас кабинет это пространство, имеющее огромный просто верх. А теперь представляем, допустим, вы фрилансер. Или, может быть, даже я фрилансер. И вы вот где-то здесь поставите стол. Предположим, что вот здесь. Ну, я бы сидел и смотрел туда-вдаль и думал о нем, об уходящем лете. И вот то количество света, да, можно вот сюда стол поставить, чтобы чувствовать себя чисто по жизни красавчиком. Вот по центру поставил, а тут вот у тебя кабинет. Вот. И у тебя просто огромный вид, огромная высота потолков. И это совершенно другие ощущения от жизни. Но если бы мы при этом такой дом, да, строили просто одноэтажный и с утеплением по перекрытию, у нас это же пространство, оно было бы построено, оно было бы не одел, а это было бы подешевле. Но у нас там также оно было бы. То есть здесь, что сделано? У нас здесь чуть-чуть приподнят потолок, сделано утепление по кровле и добавлены окна. И вот совершенно другие ощущения. В кабинет мы наш портфельчик с макбуком положили и, соответственно, пошли в кухню, потому что 9 вечера, жена злая, ты долго не был. И попадаем через помещение гостиной, в помещение кухни. И здесь, естественно, как и в кабинете, у нас огромный потолок. Здесь также у нас сверху есть остекление. И здесь у нас есть помещение так называемого балкона. Как туда попасть? Попасть туда, со второго этажа. Этот балкон кухонный, и он используется для того, чтобы можно было вечером там посидеть, попить чаю и просто насладиться чем-либо. Например, времяпрепровождение в своем загородном доме. Вы, наверное, хотите спросить, а как мыть вот это окно? А я, например, вам отвечу, что, во-первых, мыть его нужно всего лишь раз в год. Во-вторых, есть давным-давно уже робот-пылесос, который моет окна. В-третьих, уж если у вас есть какие-то проблемы, и вы не доверяете роботу-пылесосу, можно вызвать и вам эти окна помоют. Ну уж раз в год как-то можно себе это позволить. А окна, которые все снизу, замечательно моются. Это одноэтажный дом по факту. Если мы пришли летом, и у нас сегодня ужин будет не на кухне, а на улице. Мы хотим летом кушать на улице, потому что мы находимся в частном секторе. Кстати, я люблю говорить кушать, а не есть, потому что мне так нравится. Да, слово кушать говорят простофилия, но предположим, что я простофилия. То, что я, опять же, люблю и одобряю, это выход из кухни на веранду. То есть выход на веранду не из гостиной, не из какой-то другой комнаты, не из тамбура, а из кухни. Почему? Потому что вы приготовили свою еду, взяли ее, да, кстати, вот это вывод, здесь будет островок. Вот, вы на островке какую-то еду приготовили, подносик положили, и вот сразу выход на веранду. И мы попадаем снова на веранду. На этот раз мы выйдем уже на нее вместе. И вот, соответственно, здесь в любом месте, по желанию, да, здесь большое количество пространства. И здесь, пожалуйста, мы можем пройти время. Кстати, это очень выигрышная была история, конкретно вот с этим белым цветом. То есть, ну, опять же, вернемся, может показаться, что он достаточно такой, ну, простоватый. С другой стороны, а что еще надо? Дом-то он плюс-минус в таком, в классическом стиле выполнен. Цвет дает этому дому минималистичности и простоты. То есть, если мы посмотрим по улице, здесь есть еще, вот, смотрите, вот дом. У него плюс-минус такая же форма. Вот. Но благодаря немножко другим статистическим решениям в отделке и цветам, он выглядит как дом, который строили 15 лет назад. А этот дом выглядит как дом, который только что построили. И он будет актуален еще очень долго. Поэтому простые цвета – это то, что будет популярно в ближайшее время и на очень долго. Когда у вас есть большое количество остекления, не грех выбрать и алюминиевые стеклопакеты. Они намного более жесткие. Если мы говорим про дверь, она не будет провисать, не будет деформироваться. Они намного тоньше, если мы говорим про рамы. И это совершенно другие ощущения. Да, это совершенно другие цены, но мы, вот, стритнот, если уверены, что профили из алюминия, они все равно победят пластик. Пластик уйдет куда-то в историю, как и белые вот эти вот окна из многоквартир, которые сейчас все меняют на ламинированные. Двигаемся далее. И оказываемся в гостиной. И вот, что я говорил. То есть, если мы над верандой сделали бы крышу, у нас эти окна потеряли бы свою светопрозрачность. То есть, сейчас здесь огромное количество света. Мы находимся в центре помещения. Мы находимся там, где расходятся все пути дома. То есть, его эргономика. Добавляя сюда темноты, и это становится кельей. Это никого не интересует. Всех интересует свет. Поэтому окна большие, и над верандой нет навеса. Что касается самой планировки дома. То есть, обычно, как делают? Нижний этаж делают общественным, верхний этаж приватным. Это мое видение, да, например. То есть, снизу у вас гостиная, кухня, кабинет, гостевая и санузел. Ну, и котель, естественно, да. Само собой разумеющийся. И второй этаж, это у вас детский и ваша спальня. Но бывают случаи, когда, например, в семье много детей. И бывают случаи, когда, например, родители селят детей сверху, а сами остаются снизу. И это как раз тот случай. Потому что у нас снизу здесь выполнены еще две спальни, которая одна взрослая, а вторая детская. И сверху выполнены еще две спальни, которые две детские. То есть, поэтому дом у нас вроде как не одноэтажный, а двухэтажный. Вроде как одноэтажный. Короче, пойдем, я покажу сначала простое помещение. А простое помещение это взрослая спальня. Здесь у нас, естественно, есть свой санузел. То есть, там санузел технический, а здесь санузел для того, чтобы в нем сделать все необходимые дела. Здесь у нас есть огромное окно, которое дает большое количество света. Обратите внимание, промотайте видео на 10 минут назад. Мы были там, там было темно, а здесь тоже нет света, но здесь светло. И попадаем из этого санузла в взрослую спальню. И она плюс-минус похожа на кабинет, правда она поменьше. И я честно не понимаю, зачем огромная спальня нужна, если у тебя такое количество есть помещений, которые ты можешь использовать. И в отличие от кухни, например, здесь не будет балкона, здесь будет перегородка. А вот это вот помещение, которое сверху, оно пойдет уже, пойдем, покажу куда. И мы попадаем сразу же в детскую. Мы попадаем сразу же в детскую. Которая у нас не просто детская, а которая у нас, внимание, двухэтажная детская. И это просто мечта ребенка. Потому что здесь у нас строится лесенка для ребеночка. И у него есть второй этаж. Его личное пространство, личная антресоль, где он может просто сидеть и уединяться. Что дети очень любят, когда у них есть какой-то антресольный этаж. Тем самым мы получаем просто взрыв шаблона. Дом у нас вроде двухэтажный, да? Или полуторэтажный, или одноэтажный. Но у нас есть на первом этаже помещение со вторым этажом внутри одноэтажного дома. И в то же время мы сейчас поднимемся. Там есть полноценные еще две комнаты с высокими потолками. И для того, чтобы это увидеть, мы двигаемся далее. Кстати, да, здесь помимо кирпичных стен выполнена еще штукатурка. Да, конечно же, я буду хвалиться. Смотрите, насколько тонкие слои. Кстати, не супертонкий слой. Вот здесь вот он даже жирный. Вот здесь сколько он? 3 сантиметра. Здесь вот сантиметровый. Вот это хороший слой, а вот это вот не самый хороший. Но заказчику, в принципе, нет никакой разницы. Потому что и там, и там у него стена в уровне, и там, и там прямая. Просто здесь мы как компания, как застройщик получили перерасход материалов и худшую маржинальность, чем ожидали. Двигаемся далее. Мы посетили все помещения на первом этаже. И самое время попасть на второй этаж. Здесь у нас лестница с тремя поворотными ступенями. Никто, естественно, биться о перекрытие головами не будет. И мы попадаем на второй этаж, где у нас две, скажем так, полумастер детские. Помните, я говорил, что на кухне есть балкон? Сначала мы посетим балкон кухни. Вот это небольшое пространство. То есть здесь у нас получается ГКЛ-перегородка. И здесь у нас пространство, с которого мы видим веранду, с которой мы видим кухню. Здесь, естественно, у нас ограждение. И мы находимся на этом балконе и просто отдыхаем. Просто читаем. Вот лично у меня, например, бывает дерьмовое настроение примерно всегда. И когда к нам приходят гости, я нередко ухожу. Вот я бы мог уйти сюда и посидеть как бы со всеми, чтобы они не обижались. Но на самом деле один. Великолепное решение. У меня есть гараж. Вот, все, я спасен. Я туда ухожу сейчас. И мы попадаем на второй этаж. В середине у нас максимально высокий потолок. И в середине второго этажа у нас две одинаково большие детские. И у них свой санузел. Соответственно, опять же, в санузле не вижу смысла оставаться. Это третий санузел в этом доме. У меня, кстати, тоже три санузла в доме. Да, я тоже сделал санузел для детей. Это очень полезно и очень круто, когда дети не ходят в твой санузел. У меня, правда, один ребенок. Но когда-нибудь их будет больше. Надеюсь, не скоро. Я просто не знаю, как можно любить двух детей одинаково. Как можно любить... Вот твоя жена узнает новую семейную жизнь. Ты можешь любить двух женщин одинаково сильно? Нет, не можешь. Женщина может любить двух мужчин одинаково сильно. Как можно любить двух детей одинаково сильно? Может, когда у меня появится второй ребенок, я узнаю. Но сейчас не знаю, как можно любить двух детей одинаково сильно. Да, напишите, если захотите. Если вы после этого отписывайтесь от канала, ребят, ну вот, да, зато правда. И мы попадаем в одно из детских, которое, опять же, имеет потолок выше, чем обычно. Здесь он более чем трех метров. Ну, и здесь у нас примерно 2 500. То есть, вот мы сейчас строим барнхаусы, да, с утеплением по перекрытию и с такими окнами. Кстати, прикиньте, мы сейчас находимся в половинке барнхауса, да, то есть здесь это детская. Каждая из этих детских, это уже взрослые дети, она имеет по гардеробной. Вот, соответственно, почему я говорил полумастер, да, мастер спальни, это когда спальня, свой санузел, своя гардеробная. Здесь один санузел на двоих, но у каждой комнаты еще своя гардеробная. Соответственно, одна гардеробная у нас здесь. И вторая гардеробная у нас во второй спальне. И здесь у нас точно такая же картина, только это комната более прямоугольного размера. Точно такой же потолок, точно такие же окна. И также вход, только немножко в другой стороне, в гардеробную. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем одноэтажный, полутораэтажный, двухэтажный дом, в котором есть 4 спальни, 3 санузла, кабинет, кухня, кабинет с огромного сытого потолка, кухня с огромного сытого потолка, двухэтажная детская, 2 мастер спальни для двух других детей. И все это на самом деле впихнули в небольшой строительный объем. То есть, как считается строительный объем? Строительный объем – это когда вы площадь застройки увеличиваете на высоту. Соответственно, вы получаете какую-то кубатуру. Теоретически, да, там, конкретный набор помещений можно в ней уместить. Вот здесь вот как раз-таки нарочно или ненарочно была преодолена та история, когда огромное количество разных помещений, очень прикольных помещений, втиснули в небольшую кубатуру. Это можно очень долго спорить. То есть, какая его истинная площадь, там, балконы входят в эту площадь, или считается из-за более низкого потолка по другой площади, второй этаж детской входит в площадь или нет, и так далее, и тому подобное. Но вот эта компоновка хитроумная, и в то же время не мешающая жизни, и в то же время идеально подходящая под жизнь семьи, потому что у заказчика есть знания в строительстве, причем достаточно крепкие, да, что бывает редкость для наших заказчиков. Соответственно, он очень хорошо перенес эргономику семьи на пример личной жизни. И когда мы снимали вот «Прошлый дом старым светом», там была достаточно простая история. Заказчики взяли и перенесли проект, который им понравился, из клееного бруса, то есть из другой области, но он уже был создан. Вот здесь создавалась история с нуля, и это еще добавляет принципиально другой характер стройки. Потому что одно дело взять проект, вот когда ты вот хочешь строить себе дом. Ты берешь проект, его как-то немножечко оптимизируешь. Это самая простая история, и она, как правило, самая правильная. Бывают люди, которые садятся и начинают рисовать с нуля, не имея знаний в строительстве, в архитектуре, там, в дизайне. И у них не получается ничего абсолютно. Да, или получается, но это прямо очень криво. Здесь получилось очень круто. И это с нуля, и это, по сути, практически все исполнил заказчик. Снимаю шляпу, мое почтение. И что касается коридоров, то есть если мы находимся на втором этаже, то есть вот у нас здесь коридорчик и там. То есть если мы говорим про дом 260 квадратных метров, 300 квадратных метров, 200 квадратных метров, у нас есть очень большая сложность в том, чтобы выполнить маленькое количество коридоров. Дверные проемы в каждой комнате, они не могут быть из комнаты в комнату, да, планировка штаны, как было в хрущевках. Они должны выходить в какое-то помещение коридор. Поэтому мы имеем, когда дело с типовым проектом, мы видим, что второй этаж поднялись, длиннющая сосиска, в которой много дверей. Ну, стандартная планировка, темный коридор. Здесь все таким образом вымочено, что коридоров практически нет, никто никому не мешает, все находятся в единении и в то же время друг с другом. Есть мнение о том, что нельзя делать в доме меньше 250 квадратов второй свет, потому что он сжирает много места. Здесь как раз вот 260 квадратов. Но второй свет действительно сжирает много места, потому что, как бы, это перекрытие второго этажа, а деньги ты платишь те же строительные объемы. Но здесь практически нет второго света. То есть единственное место, где у нас реально есть второй свет, кабинет, это кухня, если мы говорим про этот балкон, да, и это у нас двухэтажная детская. То есть кабинет, ну, он просто там с мега высокими потолками. Так что, по сути, он у нас как бы и есть, и нет. И дом-фантомный, дом-трансформер, он совмещает огромное количество разных идей, разных функций, и в то же время является одноэтажным домом. Просто одноэтажным домом, просто с немножко другим взглядом. И мне лично очень нравится этот проект, прям мега нравится. Его было тяжело строить, тяжело разрабатывать конструктив по нему, потому что он требует от инженера подумать, подумать пространственным мышлением. А это давно не всем, и это очень сложно нарабатывается. Но когда ты видишь результат, особенно, да, хотелось бы там посмотреть на результат с отделкой, или узнать там через два года, а как вот год прожить в таком доме, что понравилось, что нет. Вот это вот очень интересно, очень здорово. И опять же, снаружи он выглядит как дом. Дом с большими окнами. Может быть двухэтажный. А по факту внутри вот сюр. Добро пожаловать. Второй свет – это когда ты стоишь и видишь, что там внизу. Здесь вот у нас же будет перегородка, и здесь, стоя здесь, ты не увидишь, что там внизу. Соответственно, второй свет выполнен, да, в каком-то небольшом объеме на кухне и в той детской, которая двухэтажная. А могли бы как сделать? То есть могли бы сделать... Вот мы сейчас находимся над зоной гостиной. Могли бы просто вот это вот перекрытие полностью не выполнять. Была бы огромная гостиная с огромным вторым светом. Первый был бы трабл – это как нам разместить шторы вот на такой высоте. Соответственно, это только электрические карнизы, и это все, ну, блин, ломало бы. Это было бы некрасиво. Вторая проблема, да, это то, что мы сразу теряем одно из помещений, и что нам делать, как нам дальше быть. Соответственно, здесь и идея с воздуха вторым светом сохранена, и помещение сохранено. Да, кстати, лестничный марш – это из того, что я сказал, тоже второй свет получается. Поэтому в каждом двухэтажном доме есть второй свет. А на этом наш великолепный обзор великолепного дома заканчивается. Ребята, огромное спасибо, что его досмотрели. Обязательно поделитесь им с кем-нибудь, кому он будет интересен, и обязательно смотрите наше видео. Следующее видео, которое мы будем снимать, будет называться «Как вас разводит ваш подрядчик». Потому что у меня горит пукан с того, что люди говорят, что якобы у конкурентов дешевле, чем у нас, уходят к конкурентам, а потом с стрёмными фундаментами приходят и просят их их взять обратно, а мы не берем. Поэтому специально для всех желающих, для всех жаждущих мы будем записывать это видео. А с вами был Никит Соболев, СДК «Алмаз». Всех обнял, поцеловал. И всем пока-пока. Увидимся на вашей стройке.